Рассказывают, жил раньше в коме края народ такой необычный, чудь. В коме много преданий про чудь сохранилось. Есть сказки небылицы, дескать, карликами были, под землёй жили. А есть и вполне правдивые истории. В начале 20 века, говорят, их ещё видели. В Крайношкоме раньше была одна сплошная тайга. Леса-то огромные, а людей мало. Вот в этих-то лесах где-то чуть и жила. Уже в повести временных лет, ещё вне датированной части, упоминается народ Чуть. Чуть, который живёт в Афетовой части, это значит на севере. И кроме того, Чуть упоминается, называется после Руси. Русь, Чуть и все язвецы, Меря, Мурома, Весть, в том числе и Пермь. Первоначально, да, действительно, термином Чуть обозначали финские племена. Так фиксируется в летописях и так дальше фиксируется даже в этих новгородских землях. Вот здесь вот Толгородцы живут, там вот Абонежская пятина, там Водская пятина, где живёт там Заболоческая Чуть. Но уже в Средневековье этому термину стал придаваться некий другой смысл. Уже не этническая принадлежность, а принадлежность к язычеству обозначается термином Чуть. Больше всего о чуде на Ударе рассказывают. Хотя, конечно, в других местах они тоже были. А Удара, когда в конце 14 века святитель Стефан Пермский Пермян-Вачегодский крестил, те, кто креститься не захотели, они на Удару да на Пинегу ушли. Потом, лет через 60, и там крещёные появились. А некоторые так и не крестились. Вот, видимо, от них, наверное, чуде пошла. Что касается Удары, то действительно, после крещения Стефаном Пермским в Ими, по легендам, чуде ушла, вернее, некрещёные язычники ушли на Удару и на Пинегу. И дальше на север. Вот в преданиях говорится иногда, что они ушли даже вот сюда, где-то в Сибирь. И так вот в легендах чётко фиксируется, что крещёные стали называться Коми, а некрещёные остались чудью. То есть вот таким образом произошло разделение. И отсюда вот эти вот исток вот этих наших легенд и преданий о чуде, о некрещённой. И поэтому Коми называют своих предков, некрещённых, чудью. Язычниками они были. Православные веры не признавали, так по языческим обычаям и жили. Своим богам деревянным верили, идолам. Сколько крестить их не пытались, всё бестолку, боялись они крещения. В леса ещё дальше уходили, а то и сами себя губили, лишь бы не креститься. Рассказывают, сделают навес, навалят на него сверху земли побольше. Со всем имуществом туда зайдут, да и подрубят опорные столбы навеса. Получается, сами себя закапывали. Было ли на самом деле самопогребение? Мы делаем с фолькторными текстами, или даже с мифологическими. И как мифологический текст, вот этот вот самый мотив самопогребения, он несёт определённого типа информацию. Мне кажется, что эта информация как бы связана с переменой культурных кодов. Вот в начале было язычество, оно сменилось христианством. Конечно, такая смена, она несёт народу очень такой ощутимый культурный шок. Народ испытывает. И чтобы описать вот эту ситуацию, перемены культурного кода, он прибегает к неким мифологическим текстам. Вот эти мифологические тексты о самопогребении чуди, как раз и описывают вот эту вот перемену. Речь идёт о народе. Который здесь жил до христианизации, проведённой в конце XIV века Стефаном Пермским, как известно. И о народе, который, как бы не приняв христианизацию, подрубил столбы своих землянок и заживо ушёл в землю. Здесь, конечно же, следует различать реальное содержание вот этих легенд и вот то наносное, которое было привнесено позже. Говорят, среди чудей сильные колдуны встречались. Товарищу моему дед рассказывал, жил у них в селе старик, сам вроде как чудского роду. Так вот, бывало, уйдёт у него сын куда-то на промысел за сотни километров. А отец вечерами с ним как разговаривал. И всё, что не скажет отец, сын там слышал и делал. Было это в начале XX века. Телефонов тогда ещё в помине не было. Как он это делал, сложно сказать. Вообще, по поводу колдовства чуде, ну, тут надо сказать, что все финно-угорские племена, или финские, наверное, особенно, они с точки зрения русских считаются колдовскими племенами. Почему-то вот чужие племена, они всегда считаются колдовскими, тем более язычники. Вот ижимцы, которые ушли за Урал, они считали, что остеатские колдуны, остеатские шаманы более сильные колдуны, чем свои местные. То есть вот чужие колдуны, они как бы более сильные. Так же русские считали финские или чудские племена более сильными колдунами. В деревнях раньше вроде как промысел такой был. Чуть ковырять, то есть чудские ямы раскапывать. Бывало, найдут ямы углубления от древних погребений, а в них украшения, вещи необычные попадаются. Вот о таких местах потом и начинали говорить, дескать, там-то и там-то чудские ямы, чуть себя закопало. Оттого и пошли сказки о чудских кладах. Есть места, которые называют чудскими, там, чудское озеро, чудское болото, допустим, чудская коса, чудская гора и так далее. То есть очень много названий. И причем археологи в какой-то мере, они ориентируются вот на эти названия. Когда я начинала свои работы, то я шла, во-первых, по следам Алексея Семеновича Сидорова, и, во-вторых, я ориентировалась на сохранившиеся тогда сведения у народа Коми о конкретных местах захоронения, погребения чудских людей чуди, древних чуди. Люди, когда они находят некие артефакты языческие, относящиеся к тому периоду, к тому времени, они считают, что это чудские. Ну, наверное, если в историческом плане рассматривать, так оно и есть. Ведь языческие язычники были чудью, вот как мы уже говорили. Значит, это связано с чудью действительно. И отношения к ним, ну, разные. Ну, на Удоре, допустим, детей ругали за то, что вот этих башков заносят в дом. Они говорили, что это не наши боги, чужие, их не трогайте. Мне рассказал Аркадий Васильевич Мошев историю, когда он с Любовью Степановной Грибовой первый раз поехал в Коми-Перемянский округ, и он говорит, что буквально с сасанитским серебром, которое относилось к чудским вещам, с сасанитскими подносами закрывали помойные ведра. То есть обращались как с поганым. Мало ли, мало ли, что серебро. Главное, что относится к чуде, значит, это поганое. Ну, вот такое отношение было. С какого народу чудь была, это неизвестно. Может, Коми, может, из каких других народов. Тут ведь многие народы живут. И яраны, и ненцы, и остяки, и ханты, манси, лагулы. Они ведь тоже всеязычниками были. Я абсолютно уверена в том, и об этом свидетельствуют мои материалы, материалы археологических раскопок, что на нашей территории чудь – это предки Коми-Зырян. В материальной культуре этого чудского так называемого населения не идентично, но проявляется преемственность. Ну, прежде всего, в посуде, в типах украшений и так далее. Ну, самое любопытное, что те знаки, которые мы находим на древних горшках, вот, например, знак, где птичьи лапы, он до сих пор сохраняется на глиняной посуде нашего населения, в том числе и вымского населения. И многие другие факты неопровержимо свидетельствуют о том, что чудь наших преданий – это предки Коми-Зырян. Отличия от русских текстов. В Архангской области они тоже распространены. В отличие от русских текстов, Коми считают, что вот эти вот чудь, которые вот закопала себя, они были их предками все-таки, язычниками, но их предками. Русские так не считают. Там кровавые события, они чудь убивают там, они не дают им выйти, там все такое. Ну, то есть, вот, это чужие для них. Поэтому они вот как бы так к ним относятся. Коми так не считали. Вот это вот отношение к чуде как к предкам, оно сохранилось до сих пор. Вот Грибова еще описывала вот эти вот поминки древних, да, когда на могилах чуди как бы устраивали такие вот пиршества. Причем самое интересное, что на этих пиршествах нельзя было грустить, надо было веселиться, что якобы чудь жила весело. Деревня Божья Дор, которая тогда еще существовала, сейчас ее уже нет, к сожалению, который был основан спецпереселенцами, так называемыми кулаками. И они рассказывали мне, что еще в 30-е совсем, ну, вот когда они обосновались в этих краях, что на могильник, расположенный выше этого селения, выше селения Божья Дор, Кичерковский могильник, приходили зырянки, коми бабушки и поминачевских бабушек и дедушек. Они-то так и говорили, что они идут на поминки, они идут поминачевских бабушек и дедушек. Они приносили с собой черенян, пироги, они приносили с собой сур и поминали своих предков. Рассказывают, что телом чудины были крепкие, высокие, глаза светлые, а волосы, наоборот, темные. И мужчины, и женщины все темноволосы. Одежду носили белую с головы до ног, другой не знали. Все ходили в белой одежде, с копьем ходили, да с луком. Что касается вот этих правдивых текстов, я сам записывал просто, и они связаны почему-то с моими родственниками муфтюжскими. Как мне рассказывал мой дядя, мой дед, он еще видел вот ту самую чуть, которая жила неподалеку от нашей деревни. Там у нас есть, я же сам родом из муфтюги, у нас есть как бы есть такое урочище Памьяк. Сейчас там выращивают картошку. Там ничего больше нету, кроме картофельных полей. А вот якобы мой дед еще рассказывал, что там было поселение Чудское. И вот эти Чудь, наши вот эти деревенские, с ними не общались. Но они иногда приходили в деревню к нам. Не общались, наверное, ну по разным причинам. Старобрядческая деревня, да, наша. А там Чудь, они, судя по всему, были язычниками, если верить дословно вот этим текстам. И они якобы приходили к нам в деревню, в муфтюгу. И они были очень высокого роста, достаточно высокого роста, одеты в белую одежду, такие голубые глаза и черные-черные волосы. Вот этим они выделялись от наших, да, потому что наши были совсем другого антробологического типа. Они в большей части светловолосые были. Темные волосы, конечно, там встречаются, но большей части удорские коми, они светловолосые все-таки. Жила чуть в стороне от коми, в лесах, в землянках. Говорили, что кое-где на удоре печные трубы таких землянок еще в середине 20 века видны были. Когда уходили, землянки свои побросали. Вот трубы и остались. Крещеных-то коми они хоть и сторонились, но кое-где общались. Язык чуди, коми говорят, понимали. И вот приходили вот эти черноволосые люди в белых одеждах. А жили они так же, как описывается в фольклорных других текстах. У них были такие ямные жилища, которые немного выходили из земли. Крыша выходила из земли, но там внутри земляночного типа жилища было. Кстати, такие земляночного типа жилища все-таки встречались даже и в Прелузья. и жили и жили в них не чуть, конечно, а просто обыкновенные люди, которые выходили на починки, они строили себе такие полуземлянки и в них еще жили. Куда они делись, один Бог знает. Может, и правда, сами себя погребли. Когда кто-то вблизи их мест начинал дома строить, все равно рано или поздно потом конфликт выходил из-за земли, из-за воды. Вот они с насиженных мест уходили. А кое-где к людям вышли, с коми перемешались. Я думаю, что коми-край не был крещен единовременно. Этот был процесс очень длительный, очень долгий. И вот считается у нас в науке, что коми занимали какую-то определенную небольшую территорию, да, вот это выем, удара там и так далее. Но до 17 века не была заселена там верхняя вычета. До 17 века не заселена была мизень, да, как бы. Но я думаю, что население там уже было. Просто население-то было языческим, да, оно не учитывалось просто административной такой, ну, администрации. И когда коми, действительно, крещенные коми двинулись уже на верхнюю вычету или на мизень, они встречались там с языческим населением, коми же, да, и вот эти вот случаи столкновения коми с коми, язычников и крещеных, они описаны, очевидно, в этих фольклорных текстах о чуде, о встречах чуде. А некоторые из них говорят, ушли на новые места. Дома свои порушили и ушли. Ударские рассказывали, что встречал кто-то из них в Сибири женщин-чудинок, тех, что раньше на Ударе жили, на Чудкойрдор, между Муфтюгой и Верхозерьем. Рассказывают, что возле Новосибирска в поезде женщина встретила людей, которые говорили по коми. И когда она начала расспрашивать, откуда они, те якобы рассказали ей, что они некогда жили между Верхозерьем и Муфтюгой, и вот после революции они убежали вот сюда, а бросили золото там, вот в это озеро. Я не знаю, как к этим текстам относиться. Можно верить, можно не верить, но они есть, вот это факт. Я знаю, что коми-поселения возле Новосибирска были. Их и моя мать тоже видела там встречалась просто как бы тоже так же. Но насколько они связаны с Чудью? Эти сюжеты на Ударе встречаются, что во время гражданской войны, там был после гражданской войны, во время голода, мелкий какой-то народец Чудь выходил на дорогу, просил хлеба. Тут тоже интересный момент. Есть тексты, которые говорят, что Чудь убежала за Урал, на Север, там на Удару, везде. Но другой вопрос, что бегство, оно ведь коррелирует с мотивом самопогребения. Это один из вариантов ухода с этой территории. Можно подземлють, а можно просто покинуть эту территорию. Насколько там, ну, наверное, было такое, да, вот, и Всеволод Миллер, помню, историю Сибири, он говорит, что сибирские остяки хоронят тех древних идолов, которые когда-то принесли им некрещенные пельмяне-язычники. Коми, когда бежали в Сибирь после крещения, они принесли своих богов, которые вот еще во времена Всеволода Миллера, то есть 18 век, они еще сохранялись у остяков. Вот это факт исторический, в общем-то, Миллеру можно верить. Но везде говорят, плакали они, прежде чем уйти. И песни печальные пели, о том, как хорошо и привольно им жилось. пельмяне-язычники. ПЕСНЯ А вообще-то правильно люди говорят. Чего плакать-то было? Земля у нас большая, мест нехоженных много. Уходи себе, да и живи спокойно вдали от всех. Хотя кто их знает? Может быть и живут где-то еще. ПЕСНЯ ПЕСНЯ